Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. И сегодня у нас небольшое обзорное видео. Посмотрим, как виноград опылился. Сейчас это уже очень хорошо видно. В этом сезоне у нас цветение было очень по срокам растянуто. Ну, теперь уже видно на всех. Ну, посмотрим, как наливается ягода, что происходит на разных сортах винограда. Лора. Лора у нас в этом году опылилась просто шикарно. И уже льет такую хорошую ягоду. Смотрите, вот грозди. И таких гроздей тут по три. Вот побег. Ну, вот этот чуть поменьше. Вот раз гроздь. Вот на этом же побеге. Достанем ее из тенечка. Вторая гроздь, она дотянет ягоды. И вот третья гроздь. Вот тоже. Еще один побег. Тоже вот гроздь. Раз. Два. И вот третья. Ну, вся она очень хорошо опылилась. Несмотря на то, что вот этот град у нас, ливень, был как раз в тот момент, когда лора цвела. При том, что, напомню, лора женский сорт. Ну, несмотря на все невзгоды, мы даже не ожидали, что будет такое хорошее опыление. Тем не менее, лора опылилась шикарно. Уже наливает ягоду. То есть уже можно делать выводы. Что с нее будет и чего ожидать. Ну, конечно, три грозди на побег оставлять слишком много. Лора у нас максимум, который мы видели, 1,2 кг выдает грозди. Так что оставляем одну на побег. Этого будет более чем достаточно. Если большая, если там поменьше немножко. Ну, в принципе, можно будет оставить две. Ну, такие вот. Одной будет более чем достаточно. Погода стоит жаркой. И мы, люди, изнываем от жары. Но винограду такая погода очень нравится. Очень быстро ягода наливается прямо на глазах. Очень хороший рост лос. Просто вот как на дрожжах. Ну, вот смотрите, зилга. Вот такие уже грозди. Хотя две недели назад я вам показывала, какое все это было. Это был горошек. Еще и побитый градом. Вот такие пятнышки. Это градобойный. Даже вот так вот кое-где есть. Но, тем не менее, растение довольно успешно их залечивает. И на урожае. Понятно, что самые-самые биты. Разбитые ягоды я удалила. Но на урожае это не сильно сказывается. Ну, в общем-то, видите. Да, солнце ярко, листьями прикрыто. Но ягода уже довольно большая. Наливается очень хорошо. Пыление тоже произошло замечательно. Ну, зилге повезло отцвести до самой пиковой жары. Аркадия цвела в жару. Но, тем не менее, ей это не помешало. И тоже ягоду она льет просто на глазах. Ну, гроздья, конечно, если никакие другие катаклизмы нам не помешают, то гроздья здесь будут очень хорошие. Виктория женский сорт, который цвел в самых неблагоприятных условиях. Тогда как раз, тоже раз стояла, то прошел вот этот град. Зилга уже к тому времени отсвела. Я, конечно, думала, что на Виктории ничего не будет. Однако, посмотрите, гроздья. По сравнению с моей рукой, ягода уже тоже видно, что опылилась. Здесь все нормально, ягода нальется. И будут хорошие такие красивые гроздочки. Но вот это сорт, который меня удивил. И удивила очень сильно. Это мускат блау. А у больших красивых гроздей. Вот специально руку подкладываю, чтобы было видно размер. Причем у этой гроздей вот еще и крылышко. По две такие грозди на побег. Кусту третий год. Ну, что удивило. Значит, когда он цвел, ну, понятно, выбросил вот такие вот красивые крупные грозди. А потом, сразу после цветения, там были малюпасенькие, малюпасенькие ягодки. И я думала, что не опылилось ничего. При том, что его цветение попало на самые неблагоприятные погоды. И, конечно, я думала, что эти грозди останутся пустыми. Прошло некоторое время, и оказывается, что никакие они не пустые. Вот такая красивая ягода наливается. Ну, понятно, гроздь будет рыхлая, но это даже и хорошо. Зато не будет никаких сдавливаний и изогниваний. Ну, и, конечно, он очень сильно удивил. Потому что вначале внешний вид напугал. Но, оказывается, в данном случае, вот с мускадулау бояться точно не стоит. Свенсен Ред пока что льет такие вот ягодки, как тыковка. Но потом они будут кругленькие. И Свенсен как раз-таки попал на град. Он уже к тому времени был горошек. Поэтому гроздь такая вот никакая. Кое-что мне тут пришлось вырезать. Ну, даже такие гроздочки. Он потом ягоду нальет, и гроздь будет довольно плотная и красивая. В Орду всегда все хорошо. Такие уже красивенькие кисточки. А здесь у нас, скажем так, сынок мускад Блау Галант. С теневой стороны приходится снимать. Там на солнышке больше листьев не закрыто, на той плоскости. Смотрите, какие лопаты. Ну, гроздь, конечно, по форме похожа на мускад Блау. Дело в том, что Галант – это мускад Блау с солярисом скрещенным. Гроздь здесь впечатляет. Форма похожа, но он не так пугает, как мускад Блау. У него сразу видно, что гроздочка наливается. Ну, тоже по две грозди на побег вот такие вот большие. Здесь лучше видно, правда, чуть меньше по размеру. По две грозди на побег он дает. Ну, Галант вообще такой сорт тут. За счет своих огромных листьев, так Неград его не побил. Совсем не пострадал. Все у него хорошо. Ну, здесь у нас ядвига галюраса. Ну, вообще, у прибалтов ни у кого никогда не бывает проблем с опылением. Они все хорошо опыляются. Ну, и очень активно наливают ягоду. Вообще, сейчас такое довольно интересное время, когда ягода наливается на глазах. И просто каждый день подходишь к кусту и видишь что-то новое. Буквально пару дней назад я вам показывала этот куст при нормировке урожаем. Это Донские зори. Ну, и вот сегодня он выглядит совсем по-другому, чем пару дней назад. Ягодка дуется, дуется на глазах. Преображение тоже наливает вот такие эффектные грозди. Вообще, для многих сортов характерно, что как только они отцвели, кажется, что грозда какая-то страшненькая, опыление прошло плохо, и все плохо. Ну, не стоит спешить с какими-то выводами. Часто, когда ягода начинает наливаться, то мы получаем гроздь не просто эффектную, а очень эффектную. И поэтому спешить с выводами и волноваться раньше времени не стоит. Конечно, например, вот эта гроздочка, видно, что она опылилась плохо. Но здесь будут ягоды достаточно крупные. И поэтому за счет этих крупных ягод потом может получиться вполне себе хорошая гроздь и вполне себе хороший урожай. Тем более, что на некоторые погодные условия мы, к сожалению, повлиять не можем. Как бы нам этого не хотелось. Здесь у нас кишмишцимус такой красавец. Второй год кусту. Но, получив красивые эффектные грозди, мы, конечно же, помним о нормировке урожаем. Ну, а я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку «Еще» будет ссылка на другие полезные видео, ссылка на каталог наших сортов и награды, мои контакты. И до новых встреч. До новых встреч.